всем привет сегодня решил записать видео по восстановлению вот такого телефона это nokia 2610 телефон в ужасном состоянии сейчас находится он работает но корпус оставляет желать лучшего здесь стерлась стерлась покрытие дисплея кнопки пошарпаны панель не держится корпус то есть весь разбит но телефон в рабочем состоянии вот что происходит дисплеем здесь ничего не видно в принципе пользоваться так им неудобно и не вообще ведь не имеет так сказать телефон я заказал на алиэкспрессе на него корпус мне стоил он что-то в районе 200 250 рублей этот корпус очень долго его ждал вот но по предыдущему опыту скажу что принципе такие дешевые корпуса неплохо выглядят уже менял на черно-белый nokia корпус покупал единственно минус этих корпусов у них нет русских букв на клавиатуре на клавиатуре вот циферной вот сейчас я буду его разбирать этот телефон разберу весь и буду соответственно менять корпус давайте вскроем вот эту посылку и посмотрим вообще как это все приходит в каком виде да это не очень удобно делать одной рукой вообще сейчас секундочку да корпус конечно сразу видно очень сильно отличается от оригинала дешевого пластика на ощупь не очень приятно если честно но все же хоть что-то сейчас попробует все перебрать в этот корпус посмотрим вот уже подготовил инструменты для переборки отвертки меня эти вряд ли понадобятся в общем приступим а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На хреновом пластике, если видите, если камера сможет сфокусироваться, но она не может, остались зацепы, то есть по корпусу, когда я его вскрывал, вот, и даже вот крышка, то есть тоже до конца не прижимается. Аккумулятор мешает ей прижаться до конца, это хреновые расчеты китайцев, которые делали этот корпус. Также вот зазор в верхней части, но, в принципе, вот так вот он выглядит неплохо, как новый, как будто я его только что купил в магазине. По сравнению со старым корпусом, здесь пластик гораздо приятнее, его приятно держать в руках, он мягкий, не шероховатый нигде. Единственный минус, ну, соответственно, вот то, что дисплей, вот так вот, вот такая вот у него проблема. Здесь пластик весь шероховатый, неприятный на ощупь, можно, конечно, привыкнуть, но так вот на первый, после вот этого оригинального корпуса держать неприятно. Короче, уже четвертый раз я переснимаю все, я не буду переснимать опять с самого начала, я никак не могу включить телефон, мне уже два раза звонят и срывают процесс. Вот, на чем я остановился, на том, что вот этот пластик гораздо лучше. Ну, ладно, это не суть, за 250 рублей что мы хотели еще и с клавиатурой, там были корпусы по 300, по 400 рублей без клавиатуры и без средней части. То есть, ну, а тут 250 за полный комплект. Я уже заказывал подобные корпуса, у меня сейчас вот такая Nokia, это как второй телефон, фонарик ее называли некоторые. Вот, неплохой телефон, но здесь корпус гораздо качественнее, заказывал другого продавца и единственный минус здесь это зазоры, которые остаются после закрытия крышки. Сейчас я ее прижал, вот этот замок плохо держит, а так, в принципе, ну, от оригинала почти ничем не отличается. Стоило так же, около 250 рублей. Вот. Ну, давайте включим, посмотрим вообще, как он теперь, то есть, по сравнению с тем, что было. Он включился. Этот чудесный звук. Эти руки. Да, он долго включается, конечно. Но все же быстрее, чем любой Android смартфон современный. Вот. На дисплее, то есть, приятно стало смотреть. Этот телефон, у него где-то мегабайт, полтора памяти всего встроенной, но нет никаких интерфейсов, ни Bluetooth, ни порт. То есть, ничего на него не скачать. Так, именно как звонилку использовать можно. Жалко было выкидывать или, ну, что с ним можно еще сделать. Вот, решил его восстановить. Сейчас буду им пользоваться. Посмотрим, что станет с этим пластиком за какой-то период времени. Но пока выглядит очень даже неплохо со всех сторон. Покажу еще раз. Если понравилось вам подобное видео, то есть, ну, хотите, чтобы я снимал что-то еще такого плана, ставьте лайки там, пишите в комментариях. Посмотрим, что-нибудь придумаю. Также у меня есть еще около, наверное, 30 телефонов. Вот. Есть телефоны начала нулевых годов, есть DECT-телефоны, в которых еще не было сим-карты. Если вам интересно посмотреть про них, то пишите в комментарии. Обязательно сниму видео, выложу. Всем спасибо за просмотр. Пока.